Последние пять лет статистика аварийности на дорогах Славянского района постоянно растет. По итогам 2017 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 35 человек, что на шесть больше, чем в 2016. 241 человек получили ранения различной степени тяжести. О причинах происходящего и необходимых для снижения аварийности мерах мы поговорили с начальником госавтоинспекции Славянского района Евгением Ильиных. Ежедневно отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводит мониторинг аварийности на дорогах нашего района. И, как показывают эти исследования, с каждым годом цифры статистики неумолимо растут. Пугает и то, что увеличивается число ДТП с участием детей. В прошлом году их количество выросло на два и пострадало в них на пять ребят больше, чем в 2016. Начальник отдела ГИБДД связывает это с постоянно растущим транспортным потоком. 60% отчетных дорожно-транспортных происшествий, это конкретно где погибли либо пострадали люди, были совершены водителями транзитного транспорта. То есть, вот представьте, в основном ежегодно наблюдается рост аварийности ориентировочно где-то с середины апреля. И продолжается такая ситуация до середины осени, когда стихает поток туристов. Чтобы снизить аварийность, сотрудники ГИБДД увеличивают количество профилактических мероприятий. Работают с трудовыми коллективами, с учащимися образовательных учреждений. Но одних бесед и разъяснений для нормализации обстановки недостаточно, считает Евгений Ильинных. В стране планируется ввод в эксплуатацию такого стратегического объекта, как Крымский мост. И мы уже на сегодняшний день прогнозируем значительное увеличение потока. Если мы не начнём строить новые дорожные развязки, расширять дороги, делать уличное освещение, то будем колотиться на одном месте. Эта зима для Славянского района проходит мягко. Пока снег выпадал всего пару раз и держался недолго. Но и его хватило, чтобы обострить дорожную ситуацию. Первые осадки в виде снега и гололёда не остаются бесследными. Отмечено значительное увеличение количества незначительных дорожно-транспортных происшествий. Не обошлось и без ДТП отчётного, так называемого, где водитель съехал с проезжей части, опрокинулся, получил телесные повреждения. Снег и гололёд уменьшают управляемость автомобиля. Поэтому где-то, может быть, переждать водителям и участникам дорожного движения. Необходимо всё-таки пожелать внимательней и бдительней относиться к окружающей обстановке. По предварительным прогнозам синоптиков, в январе и до середины февраля в Славянском районе будут преобладать плюсовые температуры. Ночами возможны небольшие заморозки и осадки в виде дождя со снегом. Потому водителям и пешеходам стоит оставаться бдительными и быть предельно аккуратными и взаимно вежливыми на дорогах. Мария Климова, Александр Костицын, программа «События».